всем привет дубки на связи к нам наконец-то пришла зима ночью вот был и не сейчас я вам покажу как у нас иголки вот на деревьях от и не вообще у нас туман зимой и вот такая вот туманная изморозь или как ее назвать это обычное дело для нашей местности потому что у нас тут волга рядом и влажность у нас высокая постоянно такая вот у нас красота на всех деревьях прикольно у так сыра надо посыпать а для этого их надо выгнать уже больно они всегда эффектно вылетают ворон ворон полетели и вот так каждый раз где ты там слетай дура шурнем чтобы она слетела сама сама радостные 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 обещали мне белого селезня мозг снова поменять вот эти две утки белые у меня это благоварская линия и белого селезня мне обещали тоже благоварской линии то есть это с племенного завода с башкирии племенной завод по водоплавающей птицы и 1 коричневая утка у меня благоварская линия старая и черная утка а вот селезень у меня это линия яйца из франции красный быт какая-то и то есть молодняка этого года у меня уже поместный но уток на племя я хочу оставить все-таки старых дай зайка отправил я зайку в декретный отпуск наступил у нее сухостойный период ей через два месяца делиться вот собственно за два месяца я ее и запустил вчера я с нее сда его последний раз с 1 января я ее доил раз в день потом 3 4 я ее начал дать через полтора суток и вот до вчерашнего дня я ее не сдаивал два дня и вот она у меня благополучно запустилась я и полностью исключил из рациона фураж она у меня только на сене и воде и моментально запустилась но первотелка удой у нее на пике были всего лишь 12 с небольшим литров последние вот месяц она доила примерно 5 литров и запуск ушла без проблем так что сейчас у меня доится только вот зорька зоря это ей доится до 8 марта и и предполагаемый отел 8 мая плюс-минус как она у меня в августе крылась больше в охоту она не приходила узи не делали не ректор или не не знаю надеюсь стильная толкание я пока не замечаю сейчас срок пять месяцев возможно еще рановато будем надеяться что стильная с рождества также я запустил окончательно последних коз которые у меня доились у меня охоты тоже начнутся с 8 марта и вот дорождества надо было запустить какие-то у меня запустились на три месяца это баская и маска у них мать была пуховая коза обыкновенная они 50 процентов альпийки и они вот запуск у меня ушли раньше ну даже не три месяца даже три с половиной месяца наверное они запустились такой вот у них большой декретный отпуск до последнего у меня доилась волга это стопроцентная альпийка и соната это тоже стопроцентная альпийка я и вот их непосредственно только недавно отправил запуск и раньше еще запустилась тоже сама на два с половиной месяца это примах который рогатая беспородная коза вот все остальные в принципе вот доились практически до победы сейчас у меня дойная одна коза это тойота которую я вот тоже вместе с рогатой покупал она была доллокотная да это на час два литра я бы и рад бы ее побольше раздавите ну она у меня не ест фураж вот хоть убейся не жрет фураж эти вот она получается 2 литра дует на сене и присаливал я ей и рассолом поливал но как-то не хочет она есть сейчас пойдем гулять с ними сены немножечко для затравки дал сейчас гулять пойдем ребятки зайдем в синник сейчас вы обалдеть сколько мы сена сожрали по дам смотрите половину мы уже съели и вот уже отсюда начали выедать здесь вот по два тюка было сколько рядов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять рядов по два тюка это 20 тюков в день у меня четыре тюка уходит сена мне хватит потому что это не все сено у меня еще во втором синяки который совмещенный с коровником там еще все она сложена так что кормов мне хватит прям сто процентов можно даже не волноваться и кормушки не заглядывать что так тут у меня зори пришла зорька 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 ой такая вообще мышеловка классная кошка в сарае дню и ты ночует умничка да тоже я пришлось стерилизовать чтобы она не плодилась а то она тут не нарожала один раз котят 4 котенка родила хорошо хоть почти все коты были одна кошка вот пришлось стерилизовать ее и ее дочку дочка кстати тоже прям умница умница и ловит всех подряд все чушевелиться а коты тупорылы они в сарай даже не ходят да зарян зоря зорька красавица сейчас стою смотрю коза у меня манька чет пьет лежит напилась такая дальше пошла счастливая что такое хоть досол вот идиотка досол ой что ей водки что любите ли чё хотя я присоединяем хозяйстве читал что одной козы водной козы водной женщины коза соляр купила и ничего и не было хотя я особо не видел сколько она напилась может она его мало выпила поживем увидим так вот яички собираю на инкубацию меня заказали это яйца на пасхальное яйцо то есть вот из этих яиц будут выводиться цыплята и куры эти которые получатся будут нести вот такое вот оливковое яйцо из вот этих яиц получатся которые будут нести вот такой грязные неудачный пример ну короче голубое и плюс у меня еще с ними сидит маран короче вот из этих яиц если натопчет маран будут получаться пасхальные шоколадные яйца я продаю 40 рублей одно яйцо инкубационное вот эти голубые я подаю 70 рублей штука ну это все пойдет вместе по 40 рублей как бы пока заказали отдам все по одной цене и вот это белое яйцо тоже хочу дать несколько яиц на пробу я рассказывал уже как-то в одном ролике что из бел белые яйца я продавал на инкубацию и было все не а вот то есть этих белых кур кроссовых петухи не топчут их собираюсь отдельно обсадить и приобрести им петуха лигорно пусть сидят отдельно потому что инкубационное яйцо не сушки хороший просят чтобы она еще была при этом как бы более-менее породная это яйцо от кроссовых кур шей шей веруайт я им куплю петуха лигорно и получится те же лигорно потому что мое глубокое убеждение что шей веруайт это тот же самый лигорн подумаешь другая линия одна из линий если лигорно скрестили с лигорном и получили какой-то кросс назвали его по-другому лигорном он от этого быть не перестал в этом плане у меня есть два мнения мое и неправильное так и вот это лицо которое не пойдет инкубацию это мелкое лицо тоже это молотки заносится такого мелкая я это все продаю как пищевое как я продаю мелкое пищевое яйцо на него назначать цену тоже как бы не особо такое дело приятное я поэтому мелкое яйцо продаю на вес то есть вот это яйцо как правило 60 грамм я продаю 90 рублей десяток если пищевое поэтому как бы следственно 600 грамм будет стоить 90 рублей и вот я по весам сейчас включим весны чтобы он вместе старые нас посчитал 0 и вот мелкое яйцо накладываем ну-ка сколько навесить видим 51 грамм и докладываем до 600 грамм и вот эти 600 грамм у нас будут весить стоит 90 рублей 12 штук 644 грамм даже можно одна мелкая какой-нибудь убрать вот 90 рублей перекладываю в пакетик и продаю с чистой совестью а то знаете мелкое яйцо от молотки такую цену назначить дорого и самому вроде бы продешевить не хочется как никак они комбикорм жирали а так как бы я считаю это нормально вот такое вот яйцо крупное хорошее яйцо